вот так должен бегать подшипник 1 щелчок 2 щелчок если этого у вас нет значит вот эта лапка вышла просто и вот видите я ножку двигаю вот эта пластина она стоит на месте у меня была проблема в общем лапка этом на фотках покажу на этой пластине есть лапка такая которая заходит дырочку вот и она туда вышла и пассажир садился видать либо закрывал либо ногой я уже не знаю и выгнула и выгнула и у меня немножко до конца не закрывалась в дешкой там один мастер подшикал начал закрываться но я посмотрел что она все равно она не зашла туда она выгнулась еще больше вот мне пришлось только что разбирать это выравнивать в общем там просто губцами вот и когда я закрывал вот эта пластинка вам не шла вместе практически вместе с подшипничком вот он вот ну в общем да лечится все ничего сложного главное и пластинка то это такого сплава такое не сильно мягкий но и не твердо из хорошо гнется особенно если хорошо так на ножку наступить либо с усилием ее закрывать выгинается очень хорошо мне вообще выгнала вот так вот как крючок был такие вот дела так что следите наблюдайте в общем когда нам пассажиру пассажиру нужно сесть ножку откинул и но я слышу щелчок да на одной ножку на 2 я принципе таки обнаружил а тут бах и когда закрывают но я ногами закрываю щелчка не слышу значит что-то случилось поле смотреть потом уже со временем и она перестала даже закрывать в общем такие пироги решил показать как разбирать даже никак разбирать как выглядит пластинка шпильку и аккуратно вытаскиваем ножку вот что здесь вот подшили вот 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 в общем такая тут вот система это не стандартная форма это я такой вагинал идеальный минутку и вот в общем он сюда на вот фиксироваться вот 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 зараза При каких-то условиях, видите, она может вылазить и гнуться. Если вовремя не заметить, придать усилие на ножку, она начинает гнинуться. Собирать одной рукой я не смогу, поэтому все. Смотрите, схема, как все ставить обратно. В ножке, здесь эта левая ножка, есть такая пружинка, она должна стоять вот здесь. Теперь берем этот болт срезанной шляпкой вовнутрь, потому что здесь есть перегородка, вот она, и они должны фиксировать. Вот так вот поставили. Ничего страшного, если она перевернется, это потом можно все подкорректировать. Далее берем эту пластину, а вот здесь выемка под шарик. Он входит из этого отверстия в это. То есть вот так стоит эта пластина. Вы откинули ножку, он в этом отверстии. Закрыли, он переходит в это. Значит, вот сюда, в это отверстие засовываем эту лапку туда. Теперь фиксируем вот таким макаром. Все, оно пускай так и стоит. Теперь берем ножку, вот подножку и шарик. Вот так ставим. Лучше всего сталь. Итак, схема, как ставим теперь все обратно. Вот у нас подножка, в ней два отверстия. Нижнее сквозное для болта и верхнее оно не сквозное, а для пружины вот это ставим. Вот сверху будет шарик ставить. Значит так, это пока в сторонку. Теперь вот у нас болт со срезанной шляпкой. Вот этот срез должен идти вовнутрь. Наружу, вовнутрь. Вот, где-то так поставили его, если он там перевернется шляпка, ничего страшного, это потом плоскогубцами подровняем. Теперь, теперь берем пластину. Вот, на пластине есть маркировка left, то есть левая ножка. Ставить ее нужно вот таким образом. То есть, видите, здесь есть выемка для шарика, чтобы он перемещался из этого отверстия в это. Когда он немножко откидывается, он попадает в это отверстие, если память не изменяет. Когда закрываем, он попадает в это. Это мы слышим щелчки. То есть, открыли, закрыли. Если одного из щелчков или вообще щелчков нет, значит, у вас какая-то проблема либо с лапкой, либо с этим шариком. В общем, так. Схема такая. Вот здесь отверстие внутри. А вот этот язычок нужно туда просто завести. И нижнее насаживаем на болт. Вот таким образом. Теперь берем шарик и ставим на пружинку. Теперь смотрите, самое удобное это вот как бы в закрытом положении одевать шарик с этой ножкой. отверстие. Прижим. шарик зашел видите ничего страшного что у нас отверстие под болт как бы не соответствует этому там главное вот в таком положении в закрытом подножки завести шарик так теперь подножку мы открываем так удержим до чтоб шарик никуда не вышел открываем до конца так практически можно даже под нажали все шляпка соответствует срез шляпки все параллельно этот у нас торчит с отверстием осталось мелочь берем шайбу и берем скобу все таки но и проверяем все подышки шарик ходит по по выемке так это у нас лапка у нас в отверстие все отлично все таки но и все таки но и